Здравствуйте! Добрый вечер! Здравствуйте, дорогие друзья и недругие хейтеры и педерасты! Как дела и настроение? Привет! Ответите мне один простой вопрос. Сколько сантиметров мой член? Ладно, какой честной загадал? Правильно, 9. А теперь смотрите, как часто вы сталкиваетесь с такой ситуацией, что идете-идете, а на вашем пути возникает забор, и вам приходится обходить его вокруг и опаздывать туда, куда вам надо. Нет, потому что вы боитесь перелазить, вы думаете, я попорчу свой костюм и так далее. Нет, в этой передаче, которую я сам придумал, ее нигде больше нет, как у меня, я вас научу новым трюкам, как правильно перелезть через забор и никогда не опоздать на мальмитву к дочери. В моем новом шоу «Перелезаем через заборы» с Алексеем Щербаковым. Перед нашими глазами сразу открывается забор, который классифицируется как X39-1А. Добрый вечер! А что вы здесь сделали? Это новое шоу мое «Перелезаем через заборы» с Алексеем Щербаковым. Здравствуйте! Я не знаю, у меня просто ехал, но вы можете перелазить обратно, но там... К сожалению, я перелезу и буду дома вовремя. Я покажу, выходите, пожалуйста. Хорошо, все. Классификация забора X9-39А. Я открою его, выходите. Хорошо. Выходите. Я выхожу уже. Вот оно. Очень коварный забор. Но плюс в том, что он стоит на месте и абсолютно безопасно может выдерживать вес взрослого мужчины. Мое шоу создан для того, чтобы научить вас не бояться предать через заборы, преодолевать трудности и успевать, будь то бармисс по дочери или аборт сестры. Вы всегда будете дома вовремя. И не бойтесь обходить, не бойтесь проселочных дорожек. Будьте неожиданными. Поехали! И вот самый стандартный забор в нашем случае. Казалось бы, очень хлющий, ненадежный, но на самом деле для перелезания один из самых сложных. Это забор квалификации XX39А1. Чем он опасен? Во-первых, вот эти закорючки. Можно запросто порвать пиджак, в котором мы собрались на праздник. Но в данном случае делать нечего. Я одет. Я опаздываю на свадьбу. Подарка нет. Я подарю для молодых двух белых голубей. Вот он, один красавец. Смотрим, запоминаем, как перезать через этот забор. Аккуратно. Наступай. Вот, собственно, проблем никаких. Ничего не порвалось, ничего не испачкалось. Ты за столом, как король. А, одна засечка. Одна засечка, вот она здесь. Это не проблема. Отдаешь матери, говоришь, не знаешь, как так случилось. Надо забраться в голубятню. Так. Что ж, надо попасть внутрь. Тут довольно-таки проблематично. Так вот здесь. Так он. Разберемся. Так. Я не попаюсь этого слова в голубятню. Ну, что? Надо достать голубя. Что ж. Достать сегодня голубя, я так думаю, нам не удастся. Но. Вы, по крайней мере, поняли, как это все работает. Очень важный спуск. Базный спуск. Нельзя просто бездумно прыгать. Амортизация. Как учили в Ямакасе. Раз, два, три. Вот, собственно, все. Ладно. Чем не подарок искалеченная рогатка? Пойдемте. Следующий забор. Ну что, всем привет. С вами сегодня я, Алексей Чербаков. Мое шоу «Перезай через заборы» с Алексеем Кем. Правильно, Чербаков. Перед нами обыкновенный стандартный забор. Ну что ж, забор, я уже объяснял, класса 1-0-1-0-1. 1-0-1-0-1. Эти заборы чаще всего боятся программисты. Так называемый забор 0-1. Чтобы преодолеть, недостаточно просто силовых навыков. Довольно скользкая поверхность. Плюс еще разные. Он старый, он ломается постоянно от любых ударов. Поэтому надо быть осторожным. Не смотря, что это бетон. Бетон очень старый. Преодолеть можно лишь... Лишь только разборок. Есть определенные сложности с тем, чтобы выйти отсюда. Но дело сделано. Травмы, увечья, переломы, анальные трещины – это ничто. Встрелюсь с тем, что ты опоздаешь на урок по бачате со своим сыном. Он там, я здесь. Задание выполнено. Очередной забор за моей спиной, за моими плечами. Теперь он тоже за плечами. А я иду вперед к своей цели. Всем счастливо. Пока. Мы перелезаем через заборы с Алексеем Чербаковым в костюме. Это мое шоу. Этот непреодолимый забор классификации 40 Ден, в простонародье противотанковый забор, является очень сложным препятствием. Он повидал очень многое, особенно через вот эту щель. Это секретная разработка пионерских лагерей, чтобы пиздюки не сваливали отсюда почем зря. Кстати, рекламная пауза. С возвращением. Понравилось? Попробуем перелезть от забора и доказать, что все-таки преграды лишь у нас в голове. Колючая проволока. Еще одно самое неприятное, что можно встретить во время забора. Обычно колючую проволоку используют петушары, чтобы защитить свое имущество. Но, чтобы не порвать очко, а также дорогостоящий костюм, я пройду вперед. Очередной забор за моими плечами. А это значит, что я делаю дело правильно. Делаю его четко и своевременно. Запомните, преграды лишь в вашей голове. Рекламная пауза. А что мне? Реклама лишь в вашей голове. И что бы ни было в вашей жизни, знайте одно. Мне к врачу надо, блядь. Даже самый простой лоховской забор, на первый взгляд, представляет серьезную опасность. Во-первых, можно порезать руки. Во-вторых, проголодаться. Ну что ж, для преодоления такого забора нет смысла, не за что уцепиться, не за что оттолкнуться. Лишь только мощный, дерзкий прыжок поможет вам преодоление этого забора. Ну что ж, очередной забор за моими плечами. А это значит, что я делаю все правильно. И вы опять можете преодолеть свой путь через этот лес. Вперед к своим мечтам. Вместо того, чтобы стучаться, звонить в дверь, решать задачу с лифрой 10, обходить, просто идете к своей мечте. Об этом всегда помогу вам я. Уж будьте уверены. Алексей Щербаков. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok